Скажите, пожалуйста, какие вы знаете телевизионные профессии? Телеведущий, телеоператор, видеооператор, журналист. Юные журналисты проводят опрос в честь Дня телевидения. В формате викторины работникам местного Дома культуры, а также учащимся кружков, задают каверзные вопросы на знания современного телевизионного ремесла и популярных программ. Анна Чембурова учится в восьмом классе, успевает совмещать школьные уроки с занятиями в студии. Уже два года она пробует себя в роли корреспондента. Аня научилась работать в кадре и находить общий язык с респондентами. По ее словам, с выбором профессии определилась давно. После школы планирует поступить в Краснодарский колледж на специальность журналистика. Мне очень понравилось выступать в роли корреспондента. Это очень интересно. Мы монтируем фильмы, берем опрос у разных людей, фотографируем, отправляем фотографии на выставки. Еще мы изучаем теорию. Как и в любой небольшой телекомпании, единственное помещение – это и студия, и редакция, и монтажная, где создаются репортажи о жизни станицы, людях и значимых событиях. Ребята собирают информацию об исторических фактах, участвуют в праздничных концертах, берут интервью у будущих героев фильмов, сами продумывают сюжет и пишут сценарии. На вооружении имеется и профессиональное оборудование – фотоаппарат для съемки, штатив, петлички и микрофон. Результаты своего труда публикуют на собственном канале в Ютьюбе. Четкого деления на должности здесь нет. Ребята пробуют себя в разных направлениях, а дальше у кого что лучше получается, тот тем и занимается. Я стараюсь научить им всему, как у кого-то есть желание быть в камере, у кого-то наоборот снимать, кто-то любит брать интервью, кто-то наоборот монтировать. То есть они уже сами, как вот им ближе к душе. Они очень активные, заинтересованные. Видно, что на один мой призыв они уже бегут, уже здесь, со школы отпросились. Это всюду, чтобы прийти сюда, чтобы быть вместе, коллективом. У юных журналистов, как у настоящих репортеров, ни дня без событий. Буквально в это воскресенье ребята выезжали на экскурсию по местам боевой славы в хутор Курбацкий. А значит, будет еще один репортаж военно-патриотической направленности. Изучение истории и духовное развитие – здесь одно из важных направлений, отмечает руководитель студии. Впереди также еще много работы. В следующем году «Колибри» отметит свой первый юбилей, подготовка к которому уже идет полным ходом. Не за горами День матери, а там и новогодняя елка в Станичном доме культуры. Молодые телевизионщики обещают – все события получат информационную поддержку и освещение на канале телестудии «Колибри». Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.